Постреляем из пистолетов. Одним словом, вы узнаете много чего интересного. Итак, смотрите нашу программу. А теперь мы поиграем с вами в футбол на приставке Дэнди, который называется FIFA Soccer 96. Футбол на приставке Дэнди. Звовые, штрафные, пенальти и, конечно же, желтые карточки. Здесь запросто можно обвести противника или отобрать мяч ловким подкатом и забить гол. Но гол забить не так-то просто. И без опыта здесь не обойтись. Если вы считаете себя крутым футболистом, то эта игра для вас. Представьте себе такую ситуацию. Однажды выделил из твоего домика маленький бельчонок, которого называют мистер Натс. Обнаружил в своем лесу врагов. А как он с ними разобрался, вы сейчас узнаете. История эта началась тогда, когда наш герой был еще маленький и неопытный. Но уже в юном возрасте бельчонок научился так ловко расправляться с орехом, что получил прозвище «Мистер Натс». И вот однажды, одним утром, наш герой Мистер Натс обнаружил в своем лесу злых помидоров-мутантов. Прихвость не Близорда. И не знал Мистер Натс, что это только начало. Близорд готовил планку захвата всего мира, для осуществления которого он подкупил Мистера Паука, колдунью, осьминога, аромбутанта и мелкого клоина, пообещав им золотые горы. Но не тут-то было. Наш герой, посчитав, что их головы не крепче, чем орехи, решил положить всему этому конец. Вот тут-то и начинается вся история. Наш герой выходит на улицу и начинает крутую разборку с томатами. Самый легкий способ мочить эти наглые помидоры, запустить в них орехом. Помидоры на пути не главная проблема. Какой другой лес не обходится без пчел, так и в лес Мистера Натса налетели гигантские пчелы, к тому же мутанты. Еще по пути вам попадутся ежи, на которых, в отличие от помидор, пчел запрыгнуть нельзя. Они же ведь колючие. Лучше сначала стянуть с них колючки, а потом делайте, что хотите. Однако, если увидите по дороге пень, сразу запрыгивайте в него. Вы попадете в бонус уровень. Пока вы промочитесь, проходя два подуровня, в лесу наступит ночь, которая принесет новых гадов. Это пауки, бегающие по своей паутине. Их лучше всего приканчивать сразу же, после того, как они спускаются вниз. Еще пара подуровней приведет вас к боссу, Мистеру Пауку. Наконец, выбравшись из леса, вы попадаете в парк сплошных развлечений. Сразу, с самого начала, на вас начинают наезжать мелкие мыши. Но вы не отвлекайтесь на эту мелочь. Лучше перепрыгивайте их. Советую в этом уровне взять защиту. Далее, вас ожидает переправа по корзанкам, что для белки густяк. Сложнее взять золотой ключ, с помощью которого вы откроете дверь в доме. Как только вы получите сей важный предмет, сразу бегите к дому и заходите вовнутрь. Вот и конец второго уровня. Пройдя второй уровень, вы попадаете в гостиную. Придвиньте стул к столу и заберитесь наверх. Затем, найдите выключатель, с помощью которого вы попадаете на чердак. Пройдя чердак, вы попадаете на кухню. Здесь вы познакомитесь с новыми врагами. Это электрические лампы и рождественские зайцы. К сожалению, на этом силы нашего мистера наца иссякли. Посмотрим, что у вас получится. Наверное, каждый из вас мечтал в детстве стать летчиком. Теперь у вас есть такая возможность. С помощью приставки Супер Нинтендо и игры. Торн энд Берн. Ноу флай зон. Зона, запрещенная для полетов. Игра является наикрутейшим боевым имитатором полета и максимально приближена по графике к 3DO. В управлении намного сложнее, чем в обыкновенных леталках. Чем больше скорость, тем больше угол поворота у Харьера. В игре вам предложено три вида оружия. Это пулемет, ракеты ближнего и дальнего действия. Противника можно убить разными способами. То просто прибить ракеты, а то медленно убивать пулеметом, летя прямо на него или сидя у него на хвосте. Также для того, чтобы хорошо ориентироваться в пространстве, существуют карты, которые высвечивают ваш Харьер и противника. Если противник летит мимо вас, можно включить задний вид и посмотреть за ним. После выполнения заданий, то есть полного истребления вражеской техники, вам предстоит нелегкая посадка. И поверьте, посложнее, чем в топгане. Также перед вылетом можно потренироваться на тренинге. Здесь вы и научитесь садиться. В самой игре существует система паролей, которая просто необходима для такой сложной игры. Субтитры создавал DimaTorzok Севершенная игровая система Супер-Ингерка. Еще ни один детск не оказал мне достойного сопротивления. Три в одну! Такого сопротивления даже я не ожидал. Американ Лазер Гейм Первая игра из этой коллекции Мэтт Док Макрир Действие происходит на Диком Западе, где в одном захуделом городишке качается и права банда некого Мэтт Дога. Убийцы, который желает покорить весь город. Он даже успел запереть шерифа. Но тут появляетесь вы, борец за свободу, и начинаете яростно доказывать сумасшедшему псу и его банде, что все, чем они занимаются, плохо. А так как они вам не верят, то в качестве доказательства вы доставите свой пистолет и нажимаете на курок. Хотя эта игра была выпущена в 1990 году, она от этого ничуть не стала хуже. И даже превосходит по графике и интересности некоторые новейшие игры. И я уверен, что, помучащаясь в эту игрушку, месяца два-три вы освободите город и прогоните Мэтт Дога. Ну, конечно, я могу и ошибаться. А это уже Мэтт Дог 2. Потерянное золото. Вечно пес вернулся. Да не один, а с новой бандой. И снова стал пытаться и схватить пасть над городом. И снова на его дороге встаете вы. Но в отличие от первой части, где вы ловите в одиночку, здесь вам напарники между всех, кому не лезут. В этой игре предстоит в России всего три уровня. Но не думайте, что это так легко. Через много недель вы, может быть, дойдете до конца. С первого уровня. А теперь Криминальный патруль. В одной из прошлых передач мы рассказывали про вторую часть этой игры. И называлась она Граг Варс. На мой взгляд, первая часть намного лучше. Во-первых, эта игра гораздо сложнее, чем предыдущая. Так как, чтобы убить противника, нужно упасть в определенную часть тела. Во-вторых, после каждых трех выполненных заданий вас повышают в должности. Именно так, убивая всех плохих и спасая всех хороших, вы дойдете от простого полицейского до спецагента подразделения Дельта. А теперь традиционная рубрика Хелл. Сегодня секреты БУ для игры в Брасталмане на Сеге и Киллер Инстинкт на Супер Нинтендо. Комбо Бэм, Бэм, бегло в 20 ударов. Вперед, вперед, Зет. Вперед, вперед, Зет. Икс, 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 икс. А, 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 ц, 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 з, з, з. Файнала. Назад, назад, вперед, правый шифт. Фаталити Джеггл. Назад, назад, вперед, вперед, левый шифт. Фаталити Комбо. Назад, вперед, вперед, что игрекутствуют. Куда? 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот наша передача и подошла к концу. Надеюсь, сегодня вы узнали много чего интересного, и вам эта информация поможет. Ну ладно, до встречи через неделю. Ах да, мои соломенные тиколки подсказывают, что в 12 часов начнется запись турнира Большого Джойстика. Спешите, приз ждет. Субтитры сделал DimaTorzok